это я вам показываю еще раз хвастаюсь свою футболку которую мне подарила так наступило наше время как я себя называю вот и что я хочу сказать наши вебинары имеют особую роль и будут иметь особую я людям рассказывал что до больше книг не будет те кто две выписал кто их прочел говорят когда будет третья вот а я буду сглазить ну ладно признаюсь вот павел торценко работает на третьей книге ее главы будут составлены из переложенных на текст кусочка в наших вебинарах ответственность на нас огромная с Антоном Валерьевич Сафроном он как бы технический руководитель нашего проекта без него бы ничего бы не было и я сегодня его спросил говорю мы четыре года может хватит надоело оказывается он прекрасно понимает нашу роль в этой жизни наверное это главная наша роль вот организовать такие занятия равны которым нет и не было никогда надо быть семи лекциями давно бы все уснули или не были смотреть даже не ждали итак поехали вот мы остановились на прошлом занятии вот здесь еще соблазн вернуться обратно знаете как вот каждый хочет жить в красоте стоит кому-то бабушу дедушка оставить где-то умереть оставить завещание допустим как как это принято говорить канадского миллионера миллиардера и он захочет иметь вот такой вот сад вот и долго он не проживет я иногда будучи отношусь знаете мой социальный статус и многих из вас знаете какой мой меня же что в руках лопата так вспоминаем да вот дальше что топор дальше что пила и секатор ну еще какие-то нож вот мой статус между дворником и ну как их называют землекопатели это может быть землекопы там могилы выкапывать еще что-то вот это мой социальный статус и мне остается только не завидовать а говорить ха-ха-ха вот переезжайте в канаду вот такой особняк вот вам повезло одному из миллиона россиян вот не богатых так мягко скажу вот и долго тут не проживете отрицательное биополе этого не знает ну хорошо я ничего ребята пусть и опять начал не с того этого про отрицательное биополе из-за искалеченного сада не знает никто не знает ни министры не знает ни миллиардеры не знает ли тех наука которые это подошли надо знать для них биополе это как назвали то господи ну не уже наука там похитрее как-то ну ладно мы это проходили это раз вот и второе отравленные фрукты жрут вместе с нами может канаде где-то и делают какие-то особые сады экологически чистая так может быть или в голландии хотя и сомневаюсь но у нас то точно отрава едят все включая президента за президента мне обидно я кого накормил и так именно 169 будем очень внимательны подпудно мало того что это будет просто 3 книга наши вебинары потом 4 5 10 вот но кроме этого кроме книг мы просто должны все это знаете распространять сами вот это больное дерево его изгалечили люди они мы сделали искусственный штамп они под ним поставили лавочки а как здорово и опять отрицательное биополе понимаете мне даже надо вникать смотрите сами это больное дерево я пишу не повезло дереву не было вот этих лавочек не было бы людей она бы сейчас была зеленым здесь а по почему вы видите трава зеленая лес подали зеленый здесь опасно людям отрицать энергетика вот здесь я вам даю минуту представим себе что вы студенты вас если вы ответите на первый вопрос может быть даже главный вопрос тогда значит вы хотя бы четверку но пятерку не не а если на оба вопроса ответите которая здесь вопиют тогда уже 5 плюсов ну чё друзья попробуем я не буду ждать от вас ответа просто каждый для себя умеет сейчас кто-то репу чешет сейчас на нас начало бы еще мало людей даже сидеть и 20 участок это репу чешет чужие займел виду пошел здесь такого для первого просто уже ответ знаете я чаю попью осталось полминуты так ну да 1 почти все вы ответите может быть несколько новичков тут есть она 2 сейчас подсказка выглядит так крупный план специально ради подсказки вот он а теперь ну вся минута и стекла теперь давайте всерьез вот вы не студенты большинство из вас имеет высшее образование кстати так что учить вас поздно большинство 4 года просидела со мной и так дерево этому видите как я написал повезло ему никто не мешал развиваться так как она должна развиваться она на куске целины то есть здесь не паханая земля никто ничего не делал и она росла так как считал нужным красивое дерево я прям аж налюбоваться не могу почему она разных цвета разных сторон правильно с одной стороны сервер с другой юг с одной стороны солнце другой нет это верх а главное это то что вот эти все ветки вот нижняя часть дерева кормят корни видели почему я назвал это дерево больным вот почему потому что ветки нижние мешали кому-то теперь можно сидеть и под этим деревом как его назвать под больным деревом прекрасно можно ну понимаете как надо чтобы люди об этом знали как надо ну ладно я белокатурщик у меня зрение свое вот это называется шестое чувство с помощью рамок мылозоходцы мы городские сумасшедшие и так посмотрели а в ответ на второй вопрос кроется вон там дали смотрите отвечая за что студенту я бы поставил пятерку да не один студент сегодня ни за что бы не догадался а дело в общем это дальнее дерево мертвое ничего не путаю давать еще крупнее осталось сравнить почему это живое так ладно ушло за скобки чуть-чуть возвращаемся а вот она а почему то она мертвая я ничего не путаю вот если бы еще приглядели что вы увидели что там еще есть мертвое дерево а в целом все живое вот там дальше то ли поселок то ли что дальше зеленая почему это мертвая да потому что она на обработанном поле это я отвечаю за того студента которого в разе пятерку нет не получит она на обработанном поле она так все такое обработанное поле побольше захватить лемехом побольше вот таким расчетом чтобы не дать дереву не 5 вот как этому ближнему видео растет на целине а тут целины не было еще дерево погибло плюс к тому же вспоминаем перекопка в садах что это это коричневые корни здесь тоже были в коричневые корни здесь было полностью дерево лишено пищи сто процентов возле все все при него для чего-то упадет ну метра маленько раздует но трава перегниет и дерево будет кормиться еще много-много лет вот это дерево ближний план а дальний мертвый вот если вот это студент не заметит значит зря он нет не зря студенты педанты ему приказали считать что железо прав что это там на обработанном поле никогда деревья расти не будут толком так же как здесь влезли в этом дерево вы его таскать развитие получили он там энергетика ну вот я как видите говорю по существу возможно многим это не понравится потому что вспоминаю перекопка грабли убрать это перекопать убрать листу все 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 и кто-то считает что дерево от этого будет лучше не червей не муравьев защитников не не бактерий не не это самое ничего нет и кормить его некому вот она мертвая стоит на дальнем плане кстати пытается возродиться как на лиха это кустовидная форма но это уже будет следующая тема и так постулат железа у меня их уже штук 200 и когда-то должна родиться книга постулата но надо чтобы этот вспомните не нужно мне 100 рублей 100 друзей ну это знаменитая присказка вот а мне нужен один дружище который даст мне 1000 вот мне бы пару миллионов это постулат железа бы появилась бы книга за каждую копейку бы отсчитался вот но собирать пару миллионов для того чтобы создать книгу единство на планете вот так вот а пока смотрите с каких глав она состоять будет высота штампов деревьев формировалась миллионный лет и определялась высотой травы а искусственно искалеченные штамбы их обоснование бред с за силой кобылы понимаете бред искалечить дерево снизу лишить это самый глюкозы корни которые есть и корни не накормят лекаризу и грибы вот это уже я образа знаете вот никогда она не дерево не подаст еду никогда только взаимно попробуйте вы обойдитесь без этого без это самое без глюкозы попробуйте вот так вот что значит высотой травы это значит что были совершенно страшные ошибки принимая одно дерево за стандарт причем непонятно почему я сегодня деревья вот такой штамп у миллионов дерево миллиардов дерево такой штамп у миллиардов дерево такой у миллиарда вот такой миллиардов вот такой взять и сказать что высота штампа должна быть а это значит что дерево неправильно ветки давал нижние от 50 до 90 сантиметров вот это есть бред сегодня кобыл и вот получается я вам должен доказывать доказать и буду доказывать вот для фотографии вот эти несчастные деревья больные вот с отрицательной энергетикой для почему во первых выбрана не почему нет последний голос теперь на одно дерево на все вы посмотрите нигде нет ни одного дерева повлечения ему чудом удалось пробиться через это скорее всего тут неблагоприятные условия тут миллиарда его с таких же семечек не взошло вот а теперь люди его добиваются но больно почему не землетки символе они мешали все здесь вытоптано смотрите внимание есть еще страшнее сделали это вообще не мыслимо люди которые устраивают вот это вот знаете как появилась современная везде всюду нужно привлечь туристов из пальца высасывать история какой-то дебильнейшую историю может под этим деревом чингисхан отдыхал а может быть и такое могут сочинить вот а может быть это дерево это какой-то особой энергетикой обладает да особо и он нам усмерть вот жизнь что с ним сотворили она искалечена а это все искусственно эти то привлечь туристов чем угодно люблю любым бредом еще калече дерево и не понимает нашли себе музей ну здесь дерево еще повезло почему да потому что все перепахано ясно что это все-таки пах по пашне вот каким-то образом не зацепили так что она все-таки сохранила но из него не стали делать это никакой этой самой устраивать и пряске реликтовая вот она обросла нижними ветками скелетными вот оно и должно быть таким ребята и она уцелела хотя не сказать что это самое ему здесь хорошо когда все кругом перепахано это не все вот высота травы вот эта трава миллион лет назад могла быть выше даже наверно еще на полметра выше была и тогда редкому-редкому дереву через траву пробиться и и так почти невозможно семечко просыпается их миллиарды или не просыпается если просыпается то полной темноте сто процентов а значит и у нее нет ничего чтобы вот этот росток давать 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 или этот росток хиленький несчастенький он вылазит из травы это должен быть могучий саженец помните мои однолетки о полторы моих роста а здесь хиленький несчастенький и выжить ему бесполезно врагов у них хватает вот там по этой траве живут те же самые мыши которые с удовольствием сожрут этот же росточек потому что он больной сильная саженец это надо бы еще один посылать сделать сильный саженец который вырос из семечка которая лежала на поверхности почвы которая умудрилась пробиться как вот это дерево да вот она не подвластно не мышам то есть могут съесть но уже не такой то есть она обладает особой энергетикой раз это уже хорошо она еще обладает особыми свойствами защиты любой кто под попытается на нее там для напасть плодожорка напасть вот они не просто зубы ломают жуки нападают вот гусеницы нападают они дохнут от него вот это надо понимать что дерево калечить нельзя вот накалечили вот больной вот больно я ничего не выду вот там дали больной вот больной понимаете вот ради этого мы живем с антону валерьевичу саппродук и с павлом николай страценко ради этого никто никогда нигде на всей планете больше вам этого не скажет как отличить больной от здорового и главное что она вот так формировалась возможно миллион лет назад 10 миллионов лет 100 миллионов лет назад все было тоже трава была также это же не по косы и не пах не пахнет все было также и редко один из миллионов из миллиардов семян вылезло и только удалось чудом вылезти каким-то чудом вылезли мог бы тут была мятина может где-то тут какое-то животное чуть-чуть потопталось или даже легло придавило траву придавило и на некоторое время получился там такой полянка в траве такая и вот тут-то шанс раз и дерево шанс она тут же раз 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 но потом опять все затянется травой и ветки боковые начинают расползаться только выше уровня травы вот этот уровень травы и является тем самым стандартом а потом мы переносим сад а дальше слушайте дальше и так наверное не разъяснение надо было написать постулат да это постулат высота штамба зависела от высоты травы предыдущие миллионы лет я просто взял обычный подарок попробуйте здесь пролезть дерево тут миллиарды семян уже разносит ураганами их немереное количество а пролезть через траву или вы скажите если у вас саду трава скошена как я четыре раза за лето кошу ради увеличения плодородия почему у меня почва никогда не это не 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 устает но это проходили за кучу а наоборот я покажу чем ниже тем лучше ну еще раз покажу ребята ну не могу это для меня это опять же для будущего учебника вот к эти люди для меня они просто показывают дерево да это крыша такая важная крыша здесь они спасаются в тени от этого от дикого зноя а если бы тут не было людей а если тут представьте себе по траве по поэтому по почве под дёрни там на глубину 20 сантиметров 50 кругом жизни кипит под землей там пол дерева которое обслуживает гигантская миллиардная армия бактерий муравьев этих самых не пчелы выше ладно этих самых червяков вот грибов это гигантская армия обслуживает дерево не трожьте его руки прочь вот это важно а крона кроме того что я склонись нельзя трогать версии тем более нельзя пролежать понимаете завели в тупик не только нас еще раз на юге планеты южных странах там особая технология нам датчиком спешить некуда у нас у них нет луговые сады год-два а почему вы догадались особая технология а у нас она не проходит там ниже будет ну скажу заранее не удержу понимаете сделав луговой сад а у иностранцев у нас же они сидят там соответствующих новое направление карликовое подвое палку воткнул обросла хранили а верх она вылезет на метр-полтора и вот все нормально развивается вот на нем яблоки полисы ну все теперь каждый год будем аж по полтора-два ведра снимать ура вот один год когда случится ладно если просто возвратные заморозки она пропустит урожай а там уже все уже скоро у нее старость она 5-6 год но даже не в этом дело если один раз замерзут плодушки а почему им не замерзли то и возвратные заморозки и все эти самые аномальные зимы холодные ну все дерево нет разве можете по этому пути ладно пойдем дальше полюбовались крыша 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 никаких в ней дыр не может быть это делали все эти самые приемы только для того чтобы заработать серебряники только потому что нужно чтобы хватило слов на статью или на целый фильм и для этого это ля 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 я вам еще покажу это ля 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 я но и но и и и и и и